Суперсервис поступления в ВУЗ онлайн на портале госуслуги поможет абитуриентам подать документы без личного посещения приемных комиссий, бумажных заявлений и очередей, начиная уже с 20 июня, говорится в телеграм-канале городского Дептранса. Для этого понадобится аттестат о среднем общем образовании или диплом, документы об индивидуальных достижениях, особых правах, об инвалидности или ограничениях по здоровью, договор о целевом обучении. Для того, чтобы поступить в ВУЗ, нужно заполнить заявление на портале госуслуги, дать согласие на зачисление, получить уведомление о зачислении, заключить договор на платное обучение, если необходимо. Подавать заявление можно максимум в 5 ВУЗов. В каждом можно выбрать до 10 направлений подготовки или специальностей. В регионе действует социальный сервис по предоставлению кратковременного присмотра за детьми с ограниченными возможностями здоровья, напоминают в телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. Воспользоваться таким нематериальным видом помощи могут родители ребенка-инвалида в возрасте от 1,5 до 16 лет. Социальный работник может помочь в выполнении уходовых процедур, кормлении, прогулке или встрече ребенка с занятий, научить пользоваться техническими средствами реабилитации и просто пообщаться с ребенком, пока мама занимается другими делами. В телеграм-канале Железнодорожного района напоминают, что лучшая профилактика заболевания гриппом – своевременно сделанная прививка. Острая вирусная инфекция обычно начинается внезапно, с высокой температуры, боли в мышцах, иногда сухого кашля. Прививку от гриппа следует сделать заранее, так как защитные уровни антител к вирусам гриппа формируются через 10-14 дней после вакцинации. О правилах поведения на воде рассказывают в телеграм-канале Куйбышевского района. В настоящий момент температура воды в Волге составляет уже 19,3 градуса. И несмотря на то, что такая вода является прохладной и бодрящей, многие жители уже спешат охладиться в реке. Следует помнить, что нельзя купаться и нырять в судоходных местах. И там, где глубина и состояние дна неизвестны, заходить за буйки и плавать после употребления алкогольных напитков. Если с вами отдыхают дети, нельзя оставлять их без присмотра и отпускать одних плавать. Субтитры создавал DimaTorzok